Выставка «Ищите Францию в Азове» посвящена дружественным отношениям между Азовом и французским городом-спутником Парижа Курбыва, которая началась еще во второй половине XX века и продолжается до сегодняшнего дня. Глава города Азова и президент ассоциации Курбыва Азов Евгений Карасев открыл выставку и особо подчеркнул, что она проходит в непростое время для обеих стран. Лично у меня и думаю у всех вызывает огромное уважение организация в городе Курбыва выставки, посвященной 80-летию победы советского народа в Сталинградской битве. Я думаю, что проведение таких мероприятий и организация таких мероприятий требует от тех, кто это делает, огромного гражданского мужества и уверенности в правоте собственного дела. На выставке в основном представлена подборка научно-технической литературы и фотографии о сотрудничестве азовских предприятий с французскими фирмами в советский период. Большое внимание организаторы экспозиции уделили и побратимским связям Азова с городом Курбыва. Эта выставка азово-французских связей начинается со второй половины XX века и до наших дней. Здесь показаны технические связи азовских предприятий еще советского периода времени с французскими предприятиями. И также рассказывается по братьимских связям города Азова и города Курбыва, пригорода Парижа. Помимо этого, затрагивается такой момент, как русское кладбище Сен-Жен-Ен-де-Буа, которое сейчас, как известно, переживает на лучшие времена в связи с позицией французских властей по поводу безымянных и бесхозных захоронений. Выставка привлекла внимание не только представителей администрации города и научных сотрудников музея, но и общественность и молодежь города Азова. Сегодня проходит выставка. Эта выставка становится традиционной. Очень интересные представлены экспонаты, очень интересные картины. Хотелось бы это все увидеть вживую. Это хорошая традиция, которая появляется в нашем городе. В ходе открытия выставки состоялся телемост между Азовом и пригородом Парижа, городом Курбыва.